итак добрый день начнем цикл передач автокад с 0 точнее его продолжим в прошлом видео я рассказывал о том как настроить слой для дальнейшего уже моделирования сейчас мы с вами будем создавать новый проект у нас с вами появилось задание цель запроектировать малоэтажное жилое строительство грубо говоря коттедж и поэтапно мы с вами будем выполнять и в итоге сделаем всю проектную документацию основную проектную документацию по нашему домику конкретно это будут чертежи планов фасадов разрезы схема заполнения все будет рассказано из то из чего состоит наш дом как мы будем проектировать и основные моменты итак начиная проектирование с работы с чертежами в прошлом видео я тоже говорил то что шаблон нас по умолчанию акадис используется работа с чертежами на данный момент я выключу пока сетку для отображения в пространстве модели располагаясь для начала по моему заданию который у нас с вами появится я вижу габариты своего объекта но конкретно определяю габариты своего объекта если у вас есть просто картинка без размеров вы должны определить масштаб отображения как это учить либо линейкой на крайнем случае либо математически либо на глаз что на самом деле не очень правильно вы определяете масштаб своего отображения и находите сколько у вас в одном сантиметре метров напоминаю то что в автокаде у нас все проектируется в миллиметрах я предполагаю то что моё здание в протяженности будет в глубину 12 метров и 11 метров в ширину точнее наоборот 12 метров до гаража и 11 метров в глубине что нам необходимо с вами перед началом нашего моделирования в первую очередь после запуска программного продукта я вспоминаю о том что я буду проектировать в первую очередь мои планы планы есть два масштаба гостовских которых можно моделировать я выберу один из двух в основных масштабах гостовских это один к старту задается он у нас в правом нижнем углу один к старту дальше что я делаю прежде чем начинаю моделировать посмотрю привязки мне необходимо правильно настроить объектные привязки в самой программе они у нас с вами показываются как квадратик и в левом верхнем углу небольшая точка привязки курсора к опорным точкам когда вы только учитесь работать на самом деле лучше всего сделать активную привязку по всем этим элементам это либо нажать в них галочку здесь просто включить выключить либо перейти в параметры объектной привязки и выбрать все и нажать ok что я делаю теперь я создам первый слой необходимым для построения сетки моих осей любой чертеж начинается захожу в свойства слоя создаю новый слой называю его оси оси он у нас должен быть видимый в пространстве модели лампочка горит слой не замороженный то есть солнышко светит не заблокированный на данный момент видимый для печати цвет ранее я говорил что цвет лучше выбирать и правильнее выбирать из вкладки номер цвета оси приемлемо использовать в красном цвете в красном зеленом либо синим но в дальнейшем они все равно выводятся в черно-белом виде я буду выводить их в цвет красного цвета дальше тип линии continuous непрерывно для оси это некорректно оси у нас должны быть штрих-пунктирными с длинными штрихами все согласно ЕСКД на территории Российской Федерации как он выбирается нажимаю на continuous нажимаю на функцию загрузить наиболее адекватное в масштабе 1 к 100 отображение типа линий это акад isa10v100 этот тип линий есть во всех программных продуктов любого времени на самом деле основного который вы используете скорее всего это либо 14 15 16 17 18 без разницы я работаю 20 версии акад isa10v100 подгружаем и выбираем этот тип вес линий в гостовском масштабе нашим для нашего масштаба у нас толщина линий есть только два основных типа с которыми с вами будем сейчас работать толстые тонкие линии для тонких линий в масштабе 1 к 100 наиболее всего подойдет 0,25 линия оси у нас с вами тонкая слой у нас не прозрачный и не заморожен для видового экрана все чтобы сделать свой активными два раза нажимаю по нему левой клавиши мыши либо подсвечиваю нажимаю установить слой то есть можно подсветить установить слой можно два раза нажать левой клавиши мыши закрываю свойства слоя теперь что я делаю можно проектировать двумя возможными методами я сейчас расскажу их оба в первую очередь для проектирования линии под строгим углом под 90 градусов лучше всего воспользоваться активным режимом орта ортогональное ограничение перемещения курсора то есть сейчас покажу как бы я не строил свой чертеж он у меня все равно остается в ортогональном ограничении перемещения курсора он мне не предлагает какие-либо еще дополнительные настройки сейчас проверю кое-что да у нас просто слишком короткой линии я испугался немного потому что она не штрих-пунктирная стала думал что я чего-то не выбрал вырезать этот участок не буду может у кого-то будет такая же ошибка итак первый случай построение мы ставим с вами в пространстве модели в любой области первую нашу ось базовая точка привязки на зависимости справа сверху вниз вы потянете справа налево ставится в любую область нажимаем один раз левой клавиши откладываю курсор вверх просто членово вверх ну либо вниз как вам удобно и мне необходимо отложить расстояние сейчас на данный момент то которые я предполагаю что у меня дом будет 11 и 12 метров давайте отложу 14 то есть запасом чтобы у меня осталось расстояние 14 метров первый мой ответ вот он чтобы сориентировать объект в пространстве модели может у вас приблизился курсор и вы никуда не могли сдвинуться два раза нажмите на колесико ножки у вас он отмасштабируется обновится пространство модели дальше что я делаю как происходит построение следующих моих осей на самом деле есть несколько возможных методов подсветить предыдущую ось нажать ctrl c нажать ctrl v и отложить на необходимое расстояние наведя курсор на предыдущий участок как вы понимаете это немножко проблематично сделать потому что не привязывается следующий возможный момент при помощи функции копирование нажимаю функцию нажимаю на элемент введу получается вправо либо в левую сторону и откладываю шаг моих осей положим 4 метра дальше будет у меня 8 метров 8000 нажимаю enter и так далее еще один момент и он более правильный для этого момента в этапе построения воспользоваться функцией сместить нажимаю на эту функцию нажимаю на элемент и вбиваю просто на клавиатуре на какое расстояние мне необходимо его сместить предположим на те же самые 4 метра сместили еще раз функция сместить нажимаю на элемент выбираю точнее лучше не так подсвечиваю нажимаю сместить нажимаю на элемент убиваю расстояние и дальше уже могу сколько угодно раз общелкать эти 4 метра автоматически в программе он заполнится так мы можем запроектировать в первом случае второй случай при активной функции параметры объектной привязки для этого я включу сетку отображение сетки чертежам и включу режим привязки по данной сетке нажму на выпадающую менюшку у привязки сетки чертежам параметры привязки в привязке включенной нашей поставлю изменю значение вместо 10 5 у x и у y нажму ok для чего я это сделаю поставлю первый свой базовый отрезок скан также будет 14000 следующий отрезок даже если я случайно где-либо буду его строить любой длины он ими автоматически будет кратен 100 лучше всего строить как раз через функцию параметры привязок наши по сетке если вы только учитесь мидрировать я буду строить первым методом для этого вот у меня построена моя была первая сетка вспоминаю картинку своего дома у меня 8 метров через 8 метров будет начинаться мой гараж по требованиям пожарной безопасности у нас любые помещения где могут находиться легковоспламеняемые либо горюче смазочные вещества должны быть ограждены несущими стенами соответственно между гаражом и улицей но между гаражом и домом у меня будет несущая стена мы сейчас сделаем с вами оси для несущих наших стен как внешне так и внутренне напоминаю то что оси ставятся только для несущих это могут быть несущие колонны это могут быть несущие стены для перегородок мы оси ставить не будем итак следующая моя ось пойдет на расстояние 8 метров при помощи функции сместить я смещаю на 8000 свой отрезок балкон будет мой балкон гараж будет на расстоянии 4 метра у него ширина будет 4 метра опять же базируясь либо по техническому заданию либо по чертежу который я сейчас был изначально представлен мы с вами сделали вертикальный оси все или не все еще будем определить потому что нам нужно придерживаться основного правила расстояние между несущими должны быть меньше либо равны 6 метров только так в одном из двух направлений то есть если у вас есть квадратик сейчас покажу я просто запроектирую здесь квадрат 9 метров слишком много ну таким образом по одной стороне у меня расстояние между вот этот квадрат будет представлять из себя короб из несущих стен из несущих элементов по одному направлению у меня больше 17 метров 18 если быть точным по другой у меня 5 метров 5200 так вот если между несущими расстояние меньше либо равно 5 метров дополнительно несущие ставить не нужно то есть для вот этого объекта если бы он был сделан из несущих стен дополнительные несущие ставить не нужно опять же это я рассматриваю малоэтажное жилое строительство итак что я делаю теперь удалю этот квадрат мы еще с вами научимся его строить прямугольным ставлю следующие наши горизонтальные оси мы с вами построили вертикально отрезок опять же в произвольном месте длина у меня должна быть его 12 но я опять же поставлю 14 метров один раз нажал левые клавиши мыши справа перенес налево ничего сложного длина 14 метров сейчас его перенесу чтобы он адекватно смотрелся на пересечении моих осей таким вот образом теперь при помощи функции сместить я смещаю его получается это будет по контуру моего гаража проходить я смещаю на выступ у меня до жилой области до жилой зоны он у меня будет полтора метра я посчитал измерил полтора метра дальше мне по сути дела нужно заминусовать одиннадцать минус полтора у нас с вами будет девять с половиной девять с половиной метров я откладываю сместить девять пятьсот откладываю вот у меня получилась сетка моих осей что у меня еще не хватает кружочков что я делаю проектирую круг с центром и 400 мм радиус дальше что я делаю то есть как я его построил взял круг кружок по построению центр и радиус рядышком с объектом нажал один раз левой клавиши мыши просто начинает отодвигать его границы набиваем 400 мм но кружок у нас присваивается тоже знает самое значение слоя нашего а он у нас штрих пунктиру чтобы этого избежать я подсвечиваю кружок и направляю свой взгляд на панель свойств у кого панель свойств неактивна в прошлом видео я это говорил активируется на правой кнопкой мыши по выделенному элементу свойства либо во вкладке бит свойств и в панели свойств меняю тип линий на непрерывный что я теперь делаю кружочек при помощи функции перенести цепляюсь за нижнюю границу и накладываю на мои оси дальше при помощи функции копирования распространяю их на все оси потом могу выделить группу опять же копировать снизу ставлю по краям приемлемо на строительных чертежах использовать кружки со всех сторон оси если это позволяет сделать черточку так вот таким вот образом и так как же выровнять все наши линии все наши элементы чтобы мы могли в дальнейшем нормально работать давайте активируем я это построил просто смещением а если кто либо мог накосячить сделать с отступом предположим и рядышком запроектируем и захочет в дальнейшем выровнять своей оси чтобы это выполнить мне необходимо активировать отображение опорных линий привязки это вспомогательные линии которые очень упрощают нашу жизнь теперь я подсвечу отрезок необходимый зацеплюсь за крайней марки нажав на него один раз левой клавиши чтобы просто переместить у меня активный режим орта наведу на край того отрезка по которому я хочу выровнять тяну курсор вправо видите у меня появляется пунктирная зеленая линия вспомогательная нажимаю второй раз левой клавиши вверх у меня вырумится низ вырум то же самое вот и все ничего сложного нет а еще в соответствии с моим планом я немножко забыл то что контур у меня отличается у меня пойдет еще одна ось потому что гараж у меня располагается ниже он также на полтора метра сместить полтора метра вниз и точно так же добавлю еще круглочки оси у нас должны быть подписаны по ГОСТу на самом деле определение нумерации нашей оси должно начинаться во-первых циферными осями называются те где их больше по факту если коротко так говорить то есть мне в принципе домик мой нужно повернуть чтобы соблюдать что у меня вертикальные оси должны быть циферные горизонтальные буквенные вертикальные начинаются слева направо буквенные снизу вверх в данном чертеже у меня осей больше вертикально в принципе я должен был бы его повернуть выделить все воспользоваться функцией повернуть и развернуть на 90 градусов я этого делать пока не буду потому что я проверю расстояние между моими основными насущими элементами больше чем 6 метров в обоих направлениях то есть у меня появится еще один элемент усиливающий конструкцию и тут уже нужно подумать вам собственноручно я сильно заморачиваться не буду я предполагаю что в центре моей будущей гостиной появится колонна которая уже дальше будет распространяться на все этажи да немного не эстетично вы можете придумать другое поставить несущую стенку с аркой там они и есть на чертеже я поставлю колонну но для нее нужно опять же ось смещаю вспоминаю там 8 метров на 4 метра при помощи функции копирования либо смещение как вам удобно 4 метра и опять же перенесу кружочки с основными элементами я закончу у меня весь мой каркас будет читаемым все будет сделано верно теперь поставлю обозначение у осей как создается текстовый стиль перехожу перехожу в аннотации захожу в вкладку текст между вот текстовый стиль стрелочка в правый нижний угол смотрит нажимаю на нее один раз левой клавиши здесь я стандартный текстовый стиль либо могу создать свой новый либо могу изменить стандарт давайте создам новый назову его оси шрифт наиболее подходящий подгостовский и он есть во всех версиях продукта и секпюр подгостовский российский вы скажете есть другие да я не спорю есть другие но если использовать стандартный шрифт и секпюр наиболее подходит высота текста для масштаба 1 к 100 я выбираю 500 у нас высота текста большая высота текста 5 миллиметров используется для обозначения осей и название чертежа во всех остальных случаях мы будем использовать высоту текста 2 с половиной либо 3 миллиметра начертание курсив у нас осень должен быть курсив больше ничего меня не интересует нажимаю его сделать текущим и закрываю ставлю текст внизу у нас с вами циферное обозначение 1 выравниваю текст чтобы красиво смотрелся в моем кружочке и дальше уже ctrl c ctrl v выравниваем ctrl c ctrl v выравниваем ctrl c ctrl v выравниваем ctrl v ctrl v ctrl v ctrl v первое чтобы переименовать два раза нажимаю просто левой клавиши мыши по обозначению и меняю 1 2 если можно будет еще с двумя дальше 3 4 получившееся обозначение я скопирую все и перенесу наверх с обоих сторон сей должны быть одинаковые обозначения теперь называется если вы проектируете на территории России буквами русского алфавита снизу вверх на горизонтальной оси а выравниваю ее подсветкой и зажав ctrl и на клавиатуре просто вправо-влево так будет быстрее чем пытаться попасть в привязку выключить привязку и так далее b v v v в обоих направлениях я могу собственноручно выбирать где они будут располагаться и так у нас с вами построились оси каких осей не должно быть в обозначениях я буду начать с отдельным текстом что у нас с вами дальше во-первых сейчас сохраним проект во-вторых следующее мы будем строить весь каркас данного объекта и постепенно будет план первого этажа план второго этажа план подвала дальше пойдут у нас фасады и материал уже по фасадам есть в основной части данного ресурса на канале то есть по факту нам необходимо с вами немного нагнать и разрез тоже есть и вынос чертежей на печать тоже есть оставайтесь с нами также этот же самый проект я буду рассматривать в рэвите по шагу как проектируется от и до если о каких-то моментах забываю сказать в роликах ставьте под комментарии если вам понравилось видео вы знаете что делать еще с вами увидимся спасибо